Да, почувствую. Очень много людей пишут, поддерживают, говорят молочек, так держать. По драке могу сказать, что первая часть все хорошо складывалась, контролировал. Потом, когда Майка налезла на визор, вообще ничего не видел, пытался просто предугадать, где Хара, куда бить, откуда удары полетят. Ну, я не знаю, смотря от ситуации, атака он реально большой, у него длинные руки, трудно дотянуться, там уже в полную вытягивал, все равно не достать. Поэтому, не знаю, может где-то надо сближаться на коротком этом расстоянии биться. В прошлый раз тактика принесла успех, пытался так же делать. Ну, немножко просто там не повезло, что Майка налезла на визор и все. Да, доволен, все складывается довольно хорошо. И для меня, для команды. Вот, набираем обороты. Бьемся за плей-офф. Никогда не угадаешь, может, думаешь, что окно открыто, а на самом деле нет, либо наоборот. Но сейчас у нас хороший, сплоченный коллектив, сильная команда. Но в то же время дивизион очень сильный, поэтому все игры очень важные. Нельзя расслабляться на любого соперника, настраиваться, выигрывать. Ну, команда достаточно хорошо восприняла, все поддержали. И сразу после драки забили два гола, и потом, когда вернулись перерывы, там все молочек-молочек. В принципе, вся ситуация, драка, и после нее повернулась в мою сторону, считаю. Я стараюсь об этом не думать, просто каждый день показывать лучшую игру. И пытаться выигрызть место в составе. Нет, пока ни с кем не общался. Но нет так, просто прислали со сборной пройти, например, допинг-тест, еще что-нибудь. Документы скинуть. Тема, на самом деле, не закрыта. Там очень много вопросов связано с Олимпиадой. Пока, на самом деле, еще непонятно, отпустят, не отпустят игроков. Там запретили все рейсы не китайских авиалиний, как я слышал. Поэтому еще много не решенных вопросов. Я надеюсь, что будет, и что ситуация с коронавирусом не усложнится. Никакой новый штамп не повлияет. И увидим всех лучших игроков, сражающихся друг против друга. Субтитры создавал DimaTorzok